Представляете ситуёвина, какая сейчас произошла? Ещё сегодня был странный звонок. Люси, а как у тебя дела обстоят с каналом? Познакомилась с художником, абстракционистом. Так, наконец-таки я увидела настоящие биркенштоки. Такие они прям прозрачные. Классно. Мам, интересно, блин, интереснее, чем тебе. Что это такое? Ну что, мои хорошие, всем доброе утро. Мы в Москву приехали. Вот стоим на перрончике. Какой-то поезд приближается. 7.35. В общем, первым делом... Мы проснулись прям уже без 30 минут. Первым делом сейчас я хочу в кафешку какую-нибудь залезть. Немного ещё привести себя в порядок и выпить кофе. Где-то здесь, по-моему, на Ленинградском есть хорошая кафешка. Мы на трёх вокзалах. Вот. И сегодня, в общем, покажу день свой, что будем делать. Оставайтесь с нами. Так, мы пришли в мой любимый Косте на втором этаже на Ленинградском вокзале. Дошли сюда. Сейчас что-нибудь выберем. Сырнички, может, Денечка покушает с утра. Да и я бы от сырничка не отказалась. И кофе, кофе. Кофе, латы. У них должно быть соевое молоко. Сейчас спрошу. Смотрите, девочки, сейчас камеры хранения уже, кстати, это, ну, такие электронные. Нету теперь человека, который там сидит. Я сейчас оплатила здесь 600 рублей на целый день. Оставлю чемоданчик здесь и пойдём делами заниматься. Зафиксирую руку. Всё, держи. Кстати, не засняла тот момент, как мы сидели-ели, короче, и я красилась в кафешке. Сейчас мы спускаемся в метро. Ну, короче, я привела себя в порядок, вот. Очень было странно, знаете, что, что одеть на себя. Надеть на себя, да? В общем, Денька в свитерочке и в штаниках. Я в спортивном костюме своём и вот прям вообще идеально. Кроссовки, спортивный костюм. Мне даже немного жирковато, я его повесила пока. Будет холодно, надену. Надену. Господи. Так, а сейчас мы едем на Новослободску, мне нужно карту получить. Ох, Москва, Москва. Этот запах метро. У метро есть запах. Сейчас я его отчётливо ощущаю. Так, наши сюда. Давай вперёд. Давай, сейчас пройдём. Стой. Проходи. Так, уже остановили меня. Главное, когда мы уже оплатили карточку, зашли, останавливает женщина. И говорит, где ваша маска? А я маску, блин, забыла в шортах, в чемодане. Я говорю, а где можно купить? Говорит, надо было раньше покупать. Здесь нигде уже. Нарушение, штраф, говорят вам. Я говорю, в смысле? А вы не могли до того, как я зашла и потратила билет, сказать мне о том, что маски у вас здесь не продаются и что у вас тут обязательно в масках? Причём не всех, вот так, знаете, кого-то не увидела, пропустила без маски. Короче, вот такие вот хитрые здесь. Ну, я взяла влажную салфетку, просто к лицу приложила, и она меня отпустила. А так уже, говорит, документы ваши давайте, представляете? Да, Москва это не то место, где сразу тебе подскажут, где что находится. Короче, у меня тут один человек говорит, я говорю, как на Комсомольскую попасть на кольцевую линию? Короче, одни говорят налево, другие говорят направо. Стою я посередине, спрашиваю. Короче, уже два человека сказали туда, прямо-прямо. Вот я поднялась. Вроде иду туда. Переход на кольцевую. Указателей толком нет. Вот только начали появляться. Ну что, мои хорошие, мы вышли на Новослободскую, проехали две станции. Так все здесь поменялось. Летняя веранда в KFC. Здесь был раньше KFC, но летней веранды бы так не было. Широкая дорога. Торговый центр маленький такой, куда я ходила. Здесь Oji был магазин. Частенько сюда заходила. На какие-нибудь распродажи тоже. Ну, вообще, вот же были маленькие цены, поэтому я обычно это... Ну, когда я маме ручку другую, то у меня что-то с этой стороны лучше вроде слышно. Так, мы идем сейчас в один из моих банков. У меня много, на самом деле, банков разных, но активно я пользуюсь только двумя. Вот в один из них иду, карточка закончилась и не могу делать переводы московские. Вот. Народу нет. Утро раннее еще. Красота, лепота, мой район. Вот там вот мой дом впереди виднеется, где мы жили. Точнее, за ним дом. Тут чайхана будет, в которой мы сидели с Люсей частенько. Шоколадница. Вот здесь одна шоколадница, в этой мы нечасто сидели. Она какая-то была такая... Ну, знаете, по дороге там. А вот там подальше была уже такая, поинтересней. Ой, сколько времени я здесь провела, проходила. Здесь же я училась, вот, РГГУ. Вот там вот, пешочком ходила. Короче, классные воспоминания. Иду, гуляю, улицу расширили. Красиво вообще. Нравится мне. Кстати, метро это тоже такое произведение искусства. Я не стала там сильно снимать, потому что мне нужно было держать салфетку у лица. Но метро это отдельная достопримечательность, в которой надо побывать, если не были в Москве. Мы пришли в банк. Я вот так вот закрылась салфеткой. И мне любезно предложили маску. И деньги, да? Да. Теперь мы с масками, отлично. Так, ждем очереди. И потом едем на станцию метро. Там, где встретит нас Люси. Мы зашли сейчас в торговый центр Дружба. Смотрите, какой туалет. Какое оригинальное решение. Каблучок, а у мужчин вот такая туфля. А вот еще как изменился торговый центр Дружбы на третьем этаже. Смотрите. Я сначала думала, что это просто кафе какое-то одно, но нет. Здесь много разных кафе. Видите? И с другой стороны там крошка, картошка есть. Ну, так аккуратненько сделано, знаете, в стиле, как в Питере. В Питере что-то такое я видела. Класс. Все, едем навстречу с Гусей. Сидим. Конфетки так захотелось. Мне после этого кофе начало тошнить. Реально. Вода не помогает. Прям вот конфету надо съесть. Это я терпела, все ходила. Все, ждем поезд. Так вот, сдали на него, только что уехал. Мы ждем поезд. Съела конфетку. Так, приехали тут на станцию Сходнинская. Фонтанчик, калейдескоп, торговый центр. Лошадка с крыльями красивыми. Так, ждем сейчас. За нами приедут. Мы поедем в торговый центр. Ты маме цветов насобирал. А будешь дарить? Маме дарить будешь цветы? Сейчас принес мне один цветочек. Потом пошел еще собирать. Сейчас посмотрим, принесет мне. Что, маме несешь? Давай. Спасибо. Такой букет красивый. Насобирала маме. Солнышко. Так, пока Деньга прыгает, скачет. Вот я уже здесь сменила на более фэшн прическу. А то хвостик, который у меня был, вот я так быстро заплела. Сейчас мне удалось почти с первого раза заплести вроде бы нормальную гульку. Так люблю, когда это получается. Вот. И очки. Очки. В дорогу, в поездку взяла очки, которые не жалко потерять. Может, кто-то знает, где брала я эти очки. Они мне очень нравятся. Они легенькие. И реально, вот, что бы с ними ни случилось, мне не жалко. Люси, а как у тебя дела обстоят с каналом? Что, 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 что скажи, что ближайшее ждать нам? Какое видео? Я не знаю, сейчас надо еще решить с этим телефоном, с ноутбуком. У меня же вообще ничего нету теперь. А, ты теперь вообще как это, когда в лес уезжает, да? Да, без связи. И как тебе? Нет, сегодня должны быть. Сколько ты уже без связи? Как тебе жизнь такая лесная? Второй день, первый день. Чувствуешь свободу? Первый день. Не, ну если бы ты не приехала бы, я бы сидела дома. Я думаю, что даже и не заметила бы. И не нужно было бы? Да. Так как ты приехала, все равно тут, блин, не позвонить, не написать. Ладно, ждем видосов тогда. Скорее, чтобы у тебя все решилось. Все, едем в торговый центр. А? На что? Так, выбираем рюкзачки, еще поло, вот такой, и вот такой. Выбираю, думаю, какой лучше. А, еще вот такой. Ну, вот эти вот два поприкольнее. Так, ну что, мы нагулялись по магазинам с нашими детками. Сейчас сели в шоколадницу. Сначала покушать надо нормально, потом мороженое. Это потом, да, будешь. А покушать что ты будешь? Съедобное. Ой, детям карандаши принесли. Будете рисовать? Денис с рюкзаком не расстается. Короче, сейчас мы покушаем что-нибудь и уже расслабимся, да? Потом мы выгрыжуем. Наши вкусы совпадают. Мы взяли карбонару с яйцом пашот с Люси. А малышам нашим взяли блинчики с творогом Маркусу и обычные блинчики Деньги. Потому что с творогом он не ест и вот никакого варенья, даже сметану не любит. Вот такой ребенок. А с сыром у них нет. Так что есть просто блинчики. Что, Люс, может, расскажешь, как жизнь в Ростове? В Ростове, не знаю, но в Москве. Точно в Москве. Ничего. Как у вас тут вообще пандемия? Улеглась вторая волна? Ну, слушай, типа маски надо опять одевать. А меня сегодня, прикинь, девочки уже видели. Все. Меня остановили сегодня, что я зашла не в маски в метро. Но главное, пустили меня, поняла? Деньги взяли, пробили. И тут она меня остановилась и говорит, маски. Я говорю, а где вас можно купить? Она такая, нигде, надо было раньше думать. А все, уже все, надо было раньше. Я говорю, в смысле, а почему вы до этого не предупреждаете, когда я зашла? И она такая, ну, давайте ваши документики такая, типа оформлять. Я взяла просто масочку, достала эту, как она называет, влажную, вот так вот. И она такая, ушла, ну, типа, знаешь, чтобы не нервировать меня. Ну, это же ее работа. На самом деле, мне кажется, какая-то дичь происходит. Какая вторая волна, то затихла, то есть во время выбора, типа, уже, типа, все прошло. И как только закончилось, опять какая-то фигня началась. Я считаю, что это полная дичь, и людям впаривают. Я даже за это и не слежу, за выборами, поэтому не связываю. Ну, я в это не верю, что вторая волна может быть где-то там, может... Ну, сейчас будет, к сентябрю месяца как раз и начинаются все вот эти вот... Волны. Ну, да, ну, в смысле не то, что волны, а там кто-то болеет, а как межсезонные вот эти всякие простуды и так далее. Всю жизнь было и осенью, и весной, поэтому все предсказуемо. Вот, а так чё? Ну, поприезжали, кстати, в Москву уже, как с пробками? Или ещё не поприезжали? Слушай, пробки вообще ужас. Как среда... Ну, вот я вчера была в центре, встречалась с одноклассницами со своими. Слушай, пробки. Я простояла в пробке, наверное, полтора часа. Ну, хотя уже время, уже должны с отдыха все повозвращаться. Да, сейчас уже первый сентябрь. А, ребят, а кто-нибудь слышал про третью выплату, типа, на первое сентября? Я узнавала, кстати, в МФЦ. Ну, она ничего мне не сказала, но она мне сказала, что есть выплаты по жилищным, адресная, девочки. Вот, мне в МФЦ сказали, что есть адресная выплата. Она, короче, там на одного человека должно быть определённое количество зарплаты. Ну, у нас в Ростове, например, там 15 тысяч, например, не меньше. Считаете, сколько у вас человек прописано, например, в квартире, да, и детей считают, да, сколько зарплата там, все дела. И если выходит на человека вместе с детьми меньше там определённой суммы, да, то вам всем, я так поняла, всем членам семьи выплатят деньги. Да, надо ещё и дополнительные. Так что у кого вот есть, ну, можно, у меня просто это так нет. У меня так нельзя сделать. Короче, так. А третья, про третья она ничего не сказала, она говорила только вот первая, вторая. Ну, должны, типа, Собянин должен был, типа, подтвердить, но в конце концов не подтвердил. Отменил, отменил, да, я не знаю, там, они сами там на своей волне, видимо, живут, захотел, отдал, не захотел, не отдал, такие, заплатили там 20 тысяч, да, там, ну, вроде бы там выплатили, да. Мы вот думаем, там, сплатить вам об этом, мы передумали, мы думаем, вот, другим. Вам хватит на первую. Но вообще, на самом деле, я считаю, что государство было обязано выплатить третий месяц, потому в связи с тем, что два месяца не было работы, а первого сентября все родители собирают детей в школу, кто в садик, что в школу, например, ниже. Но они вместо того, чтобы дать денег, они просто в третью волну или какую-то вторую волну закинут, и все, не шли в школу. Чтобы люди вообще не работали, и... Что, зайчик? А что ты плаваешь? Иди сюда. Мама поможет, конечно. Что, кроссовок чуть не путить? Пожалуйста. Все, спаслась, Алюсь. Пожалуйста. Что еще? У меня вообще какой-то этот, волна. А у тебя такая волна? Волна идет! Какая волна у тебя по счету? У меня какая-то волна началась вообще дебильная. Кто-то меня сглазил. Я в это не верю, но мне кажется, что это реально кто-то сглазил. Это после того, как ты начала вести канал или нет? Что-то связываешь? Ой, слушай, я об этом не думала. Слушай, надо подумать. Да, может, кто-то сглазил. Слушайте, вообще какая-то дичь происходит. У меня вся техника летит. Вот прям вот один за один. Ноутбук, телефон, второй телефон полетел. Все, короче, сломалось. И я вот думаю, как жить дальше. Как в лесу. Не было мысли бы без вехать. В деревянный дом. Слушай, я бы с радостью. Сижу я без связи. Без света. Без света. Без электричества. Короче, сидим, ждем. Машину, когда нас отвезут. Короче, как-то так. Хочу на море. Загорать, отдыхать. А у меня, кстати, в этом году вообще не было такого прям, что хочу на море. Ну я тоже хочу на море. Хотя я уже была на море. Еще хочу. А где ты была на море? Куда ты? Ну там Балтийское море очень холодное, но классно. Красиво очень. Красивый город, маленький. Но все равно хочется прямо такое жаркое лето, чтобы прям лежать и умирать. Я как подумаю просто. Думаю, не-не-не, я лучше дома. Для меня это просто такой геморь, серьезно. Я вот все уже старею. Ладно, ждем. Маша. Так, ну что, с Люсей мы уже попрощались. Оставили вещи, которые купили в камере хранения. Сейчас идем еще к друзьям. Рядом они здесь живут у нас, прям с вокзалом. Сейчас погостюем. Ну, так называемые. Так называемые друзья, все друзья. Это буддийский центр. Я там много кого знаю. И на самом деле, когда я прихожу в буддийский центр, я чувствую, что я прихожу к своим друзьям, которых хорошо знаю. А даже если не знаю, то чувствуется какая-то невидимая связь. Как будто у нас один отец. Такое ощущение. Вот. Ну, я давно не была, сейчас хочу зайти. У нас недалеко, прям от Казанского вокзала, огромный буддийский центр в Москве. Вот. Может, куплю пару книжечек. Вот. Ну, а потом будем заселяться. Это Каланчевская улица. Каланчевская. Красивая, широкая такая улица. И вот сейчас мы пойдем туда вдаль. Там будет наш центр. А вот это гостиница Ленинградская. Красивая, красивая. В Москве очень много красивых зданий, кайфовых. Прям не успею насладиться. Сколько я здесь жила, всегда кайфовала. Я совсем забыла, что сейчас у нас время еще такое. Маски, все дела. И у нас ограниченная работа буддийского центра. Три раза в неделю только. И только вечером. И как раз на медитацию. То есть перед общей медитацией открывается все. Вот. Ну, я сейчас зашла, хоть книжечку купила. Две книжечки купила. Вот. И... И в туалет сходить. И все. Самое короткое время, проведенное в БЦ. Вот. Ну, у них там регламент сейчас очень все серьезно. Поэтому такие дела. А я совсем что-то забыла. Что у нас тут все серьезно. У меня только что чуть там на меня не накатали уже заяву. Что я тут без маски рассекаю в метро. И я совсем забыла, что, конечно же, наши центры тоже все серьезно, короче. Ну, все. Мы возвращаемся. Обратно. Завещаем. Кстати, девочки, я же вам не сказала, какие книжки я купила. Вот. Каким все является. И открытие Алмазного пути. Это автор Лама Оли Нидл. Обе книги. Здесь больше его биография такая. Именно как он пришел к буддийскому взгляду. Как они с женой уехали в путешествие. А вернулись уже буддистами. И начали открывать центры. И вообще вот это вот невероятное приключение на самом деле. И там же очень много, очень много всего полезного, мудрого, интересного, необычного. Ну, книга прям вообще очень классная. Она меня прям поразила. А каким все является. Здесь больше прям вот сама выдержка современным языком. Именно по сути, вся суть буддийского взгляда. Вот в этой книге. Больше вот теории. Теории буддийской. Рекомендую вот эти две книги к прочтению. Я купила их в подарок. Так как меня попросили их купить, вот я их купила. Подарить. Представляете, Ситуёвина, какая сейчас произошла. Я неправильно прочитала, короче, информацию. И было написано, что я в ячейку... Короче, я прочитала только то, что в ячейку я могу докладывать. Я взяла на 12 часов ячейку себе в камере хранения. И что могу еще один раз доложить туда вещи. Соответственно, я пришла. Доложила вещи. Закрыла ячейку. И ушла. Представляете? Сейчас прихожу. Меня не принимает штрих-код. Я пошла разбираться к человеку. Говорю, в чем дело, то да сё. Мы идем в камеру забытых вещей. Он говорит, а что было в вашей ячейке? Короче, оказывается, что я неправильно прочитала. И уже другой человек... То есть моя ячейка аннулировалась. Другой человек уже туда заходит и открывает, а там мои вещи. Это слава богу, что человек был рядом. И мои все вещи положили в камеру забытых вещей. Представляете? А был бы какой-нибудь другой человек, который открыл эту ячейку, забрал бы все мои вещи. Я в шоке вообще. У меня сегодня интересный день, веселый. Дэнни устал. Поэтому я не только сумки тащу, но и Дэнни тащу. Доброе утро, мои хорошие. Мы заселились, уже поспали, проснулись. Вот этот вредный мальчик. Вот этот вредный мальчик. Ну, я сейчас право. За телефоном моим бегает. Нельзя. Исполняет вообще. Телефон мой хватает и хочет нажимать там что-то и, короче, балуется. Жопка. Нельзя. Маме телефон нельзя. Нельзя, нельзя. Берем. Нет. 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 Нет, нет. Все. Нет. Деньги рассыпались у мамы. Твоя? Нет, мои деньги. Давай мои деньги. Давай. Нет. Ну, ладно, монетка у тебя останется. Монетка. Короче говоря, мы выспались. У нас тут бардак небольшой. Все разбросано. Позавтракали уже. Заказали номерок студия называется. Это у нас заходишь. Вот такой вот приступочек здесь. Холодильник у нас там. Телефон, телевизор. Такое вот местечко. А здесь мы спали. День. Моя. Здесь мы спали, короче. Балкончик у нас там. Погода какая-то немного пасмурная. На улице такое ощущение, что вечер. Но сейчас утро уже день. И вот туалетик наш. Ванная. Ванная. Вот, будем купаться сегодня. Сейчас мы собираемся прогуляться. Хоть и пасмурная погода, но все равно хочется прогуляться. Забрала у Деньки телефон, а он там истерику устроил. Все, уже улыбается. Ох уж эти детки. Ты что такая хитрюля у меня, а? Папич. Сейчас будем смотреть. Поняли? Манипулятор какой-то. Обалдеть. Короче, сейчас собираемся. Сейчас я кофе допиваю. И мы едем в магазинчик полазим. Тут торговый центр. В какой-нибудь ближайший. Вот. Точнее, нет. Магазинчик. Не торговый центр. Магазинчик. Продуктов кое-каких купить хочется. И что еще? И что еще? Что еще? А, в аптеку зайти надо. Перекись купить. Я забыла перекись для уха. Купить. И жидкость для снятия лака надо мне купить. Ногти накрасить. Короче, буду приводить себя в порядок потихоньку. Голову помыть. Вот. Я не знаю. Сегодня. Сегодня я не буду уже, наверное, снимать ничего. Вот. И несколько дней вообще не буду снимать ничего. Вот. И потом уже тогда увидимся. когда буду уезжать. Вот. Уже, наверное, встретимся через несколько дней. Вот. Не, ну, если сегодня еще удастся что-нибудь поснимать. Я поснимала, конечно. Но особо сегодня снимать будет нечего. Схожу в магазин, куплю продуктов и буду приводить себя в порядок. Еще сегодня был странный звонок. Хотела, кстати, расскажите вот историю своей в комментариях кто-нибудь по поводу мошенничества. Вот если вы на Авито что-то выкладываете, ну, к примеру, да, на Авито частенько, вот я выкладывала, и мне частенько регулярно звонят какие-то непонятные люди, которые задают какие-то непонятные вопросы, где ты несколько раз отвечаешь да. Вот сегодня, например, у меня, я не знаю, я начала сейчас ролики изучать, как они вообще обманывают, чем это чревато. В общем, разные, разные есть приколы и возможности, но я чувствую, что что-то не то, да. Мне сейчас позвонила там девушка, хотела кое-что купить из того, что я выложила на Авито, да, и говорит, можно как-то это забронировать, типа, я вот сегодня, чтобы вы не продали. Я говорю, да, можно. Типа, хорошо, траля-ля, и задает вопрос, там, вот к этому номеру телефона привязано, там, да, у вас там, да, я говорю, да. В общем, она мне объяснила всю ситуацию, что она не может, не знает, когда она заедет, сейчас там муж что-то должен заехать, мы не знаем, когда мы будем, сегодня вечером или завтра утром, то есть она мне всю эту информацию говорит. Договорились, да. Следующий звонок через, там, буквально 4-5 минут. Она звонит мне и объясняет мне ту же самую ситуацию, мы не знаем. А вот я тут с мужем поговорила, а вот мы будем либо вечером, либо завтра утром. Ну, значит, деньги я вам скидываю, значит, это. Я говорю, да. У вас, значит, по этому номеру телефона привязано вот к этому-то банку? Я говорю, да. Ну, все, я сейчас скину. Проходит 5 минут, звонит мужчина, представляется ее мужем. И начинает, говорит, мне опять ту же самую информацию. Вот вам наша жена звонила, вот мы не знаем, когда мы будем сегодня вечером или завтра. А, значит, она сказала, что там скинуть по номеру телефона. И, ну, и вопрос ставится так, что, типа, а вот номер телефона вот этот вот к банку, траля-ля. И я уже понимаю, что я сейчас буду говорить третий раз, да. Хотя, на самом деле, он мне уже до этого что-то говорил, я уже говорила. Другие там, да, да. Короче, я почувствовала, что все-то странно. Просто как минимум, что мне люди звонят и третий раз говорят одну и ту же информацию. Но я же не баран, я же поняла с первого раза все. Уже давно пора скинуть деньги, если хотят что-то забронировать. Короче, я говорю, ничего не надо мне скидывать. В итоге ничего, ну, как бы все, все продано. Потом она мне еще на WhatsApp пишет и говорит, ой, вы там что-то с мужем не договорились, я вам сейчас скину деньги. Я говорю, не надо ничего скидывать, все продано. И все, они вроде бы отстали. Но я позвонила в банк и сказала, что вот такое-то, такое-то было с таких-то номеров, так, чтобы были внимательны. Вот, ну, вообще мне в банке сказали, что ничего они не могут сделать, просто от звука да, там, и так далее. Вот, типа, все в безопасности. Главное, чтобы вы не скачивали сторонние приложения. Главное, чтобы вы не давали пароли, логины, какую-то личную информацию свою не давали, кодовое слово не давали. Вот, такое все. А так они ничего не могут сделать. Я говорю, ну, возможно, это было только начало, но я уже почувствовала неладное. И мне интересно, реально, мне интересно, как, кого вообще когда-то разводили именно. Не по пытками, девчонки, а напишите вот именно, кто на Авито, да, там что-то. Именно как уже прям удалось им как-то обмануть, взломать что-то, залезть. Каким это способом происходит, я вообще не понимаю. Вот, правда, и это мне не первый раз, когда звонили и говорили, что, ну, чтобы да, чтобы человек говорил несколько раз да. Это не первый раз. Были другие попытки, просто звонков, просто какие-то опросы. У меня, слава богу, ничего не снимали нигде, да. Но, да, да, но, как бы это странно. То есть они для чего-то это делают. Мне интересно, удалось кого-то развести и каким образом, что происходит в этот момент. Где нужно быть аккуратным, внимательным. Вот, поэтому, если у вас были какие-то такие истории, напишите либо в комментариях, либо можете мне в инстаграм директ написать. Мне реально очень интересно. И вот я вас предупреждаю, да, а вы поделитесь со мной, чтобы я была тоже предупреждена. Потому что очень такие опасные моменты. Мне просто даже любопытно. Потому что, если смотришь какие-то ролики, то банки говорят, что нет, у них там такая безопасность жесткая, что ничего они не сделают. Ну, может быть, они приложения какие-нибудь могут там платные скачать вашим голосом, да, там, я не знаю. Ещё какую-нибудь фигню сделать. Любопытно очень. Напишите. Доброе утречко, мои хорошие. Привет. Обезьянка моя. Ой, короче, насыщенные дни. Гуляем. Сейчас, сейчас, что будем делать сейчас? Сейчас я буду пить кофе. Сейчас у нас 12 часов дня. Ещё нет 12 часов дня. А будем пить кофе. Хочу уже помыть голову. Хотя, знаете, как классно. Вот я сейчас неплохо выгляжу, кстати, мне кажется, да? В зеркало смотрю. Вот укладка моя новая сейчас, которую я укладываю. Вот это, да, и использую, ну, съёз, но я думаю, не суть важная, сильно какая пенка, да? Пенка подсушивает чуть-чуть волосы. Вот попробуйте, девочки, у кого жирные волосы, реально, просто вот помыли голову, всё, и пеночкой для объёма, ну, у меня для объёма, да, просто по волосам пройтись, да, пеночкой, и посушить волосы. Во-первых, я слышала, что термозащита тем самым есть. Не тем самым, а с термозащитой пенка эта вся. Вот. Плюс держит объём реально. Вот сколько дней уже прошло. Не суть важна, да? Ну, немало. Уже бы голова давно была жирная, страшная, прекрасная. Заплела сегодня хвостик, прекрасно себя чувствовала. И можно ещё так походить. Но я хочу сегодня уже помыть голову, уложиться заново. Вот. И собираюсь. Ну, сегодня так погуляем немного, там, может, в парк сходим, в магазинчик сходим, я не знаю. Вот. А завтра, думаю, в охотный ряд сходить, съездить. Что-то я давно не была в охотном ряду. И вечерком уже, наверное, поедем домой. Ну, так время классно проводим. Я такая вся удовлетворённая, спокойная. Отдохнувшая. Вот. В общем, не знаю, что сказать. А, лак вот этот вот, купила же лаки, зашла в Стеллари, купила 6 лаков. Там была акция. Один лак, два лака по цене одного Стеллари. Я же набрала кучу лаков. Ну, ладно, короче, увидимся попозже. Сейчас пока кофе намочу себе. И пойду купаться. И Дэнку купать. Всем доброе утро. Мы уже с Дэнечкой в кафе пью кофе. В хлеб насущный зашли. Дэнка, вот он. Собираемся в охотный ряд. Сейчас пока сидели в кафе, сидел мужичок здесь рядом. Оказывается, забыла, познакомилась с художником, абстракционистом. Роберт Габитов, художник. Вот, он из Питера. Вот, рисует картины. Тоже сидел кофе, пил, в общем-то. И что-то заговорились, заболтались. Такой интересный, юморной мужичок. Сейчас, короче, попью кофе, проснусь и в охотный ряд идем. Едем. Так, ну что, время с утра пораньше. Я уже проголодалась. Спускаемся от метро. Он издалека. Дэнке одела вот такую кофточку из фикс-прайса. Ему понравилось очень. Специально, чтобы ребенка, знаете, в Москве видно было издалека. И все его, чтобы видели, издалека. Вот, сейчас приедем в охотный, первым делом я поем. Голодно. Смотрите, какую штучку нашла. Думала сначала это лама, может быть. Прикольная кофточка. Я бы такую курточку поносила. В общем, охотный ряд не изменился. Это в самом низу, когда мы с метро заходим. Я уже вижу знакомый магазин, в котором так уже была. Вон он. Частенько заходила. В общем, все. Сейчас будут Найки, Адидасы. В общем, похожу-посмотрю. Может быть, что-нибудь вам покажу, если что-нибудь интересненькое увижу. Но надо еще сходить в уборную и что-то перекусить. Хотя я сейчас съела конфету, и мне как-то легче стало. Ой, Биркинс. Ой, Биркиншток. Так, наконец-таки я увидела настоящие Биркинштоки. И вот решила посмотреть, как они на мне смотрятся. Кстати, очень удобные. 37 размер мне маловат, 38 вроде бы мой. Только здесь чуть-чуть затянуто. Сейчас черные померю. Вроде смотрятся классно. Сейчас здесь скидки 15%. Так, черные из натуральной кожи. Как-то они сели, так сразу поудобнее. Прикольно. Конечно, да, лето заканчивается. Я еще думаю, буду ли я брать или нет. Но в следующем году обязательно возьму. Это классика. И, конечно, Биркинштоки. Это первооткрыватели, я так поняла. Это и обуви. Конечно, лучше брать от первооткрывателя. Вот, сейчас у них скидки 6900. Эти стоят, по-моему, эти 5900 белые. Кожа чуть дороже. Классные. Так, вот еще металлик мне симпатизирует. О, они классные, удобно так селить. Убалденно. А, они вообще 8 с лишним стоят. Ну, плюс скидка. Классные. Мне белые понравились. Я бы белые, наверное, взяла бы. Ну, просто сейчас, я думаю, куда вообще. Класс. Так, народу почти нет. Сейчас мы еще походим здесь. Ну, вот он туалет. Кстати, я помню, что он был платный всегда. Сколько сейчас стоит туалет в охотном ряду? Я помню, что во всех, причем торговых центрах, бесплатный туалет. Но здесь в охотке. Я не знаю, он нормально еще и стоил не 10 рублей. Блин, Биркинштоков у нас нет. Я когда о них только узнала, тоже мне захотелось померить, посмотреть, как они, что. Ну, в целом, мне понравилось. Они немного громоздко так, но ощущение, что 50 рублей. 50 рублей. Девочки, Тиранова магазин. У нас нет в Ростове. Я пройдусь по магазинам, которых у нас нет. Я тем более люблю этот недорогой бренд. Есть что-то здесь прикольное. И вот, вспомнила всегда, мне нравился вот тот уголочек с распродажей. Смотрите, какие маечки по 129 рублей. Да? Давайте проверим точно. Нет, 200. Так, в Тиранова нашла брючки, джинсы такие, но они тоненькие. Они стоят 99 рублей, девочки. У них скидка 99% или 90%. Но они такие тоненькие. Я вот даже не пойму вообще, брать их, не брать. Вроде что-то в них есть прикольненькое, но не могу понять. Такие они прям прозрачные. Короче, мне кажется, что здесь антитренд в том, что очень тонкий джинс. И он реально, как лосины, перетягивает ляжку. Это некрасиво. Вот. Был бы более грубый, было бы хорошо. Но это брать не буду. Это как сосиска перетянутая. Даже 99 рублей не это. Не хочу. Так, кофточка еще. У них, к сожалению, вот этот только 46 и 48 размер. Меры есть. Она прям с меня сползает. Она там 200-300 рублей стоит. Вот. А шортики мне, кстати, нравятся. Шорты классные. Дэнни, блинчик захотел. Смотрите, какой блинчик мы приготовили с Танчиком. Сейчас он чуть-чуть, чуть-чуть остынет только. Глянь, Дэнни. Твое. Танчик. Разбирай. А я заказала блин Цезарь и хочу сравнить, как он отличается от блина в нашей блинной блин Цезарь. Но по-другому уже преподносится. Такой квадрат большой. Заплатила за два блинчика 479 рублей. Кстати, вижу туалет. Вон там за крошкой картошкой. Видите? И мне кажется, он там бесплатный. Сейчас мы покушаем и проверим. А пока расскажу о блине. Блин сам по себе очень вкусный. Единственное, что он большой, но на самом деле курицы мало. Вроде курица недорогой такой продукт особо, да? И очень много вот этой вот салата этого. Причем он нарезан очень крупно. Ну, или? Ашмотиями такими. В общем, я съела там, где была курица, а это осталось. А ростовский блин я обычно ем, что ничего не остается. Поэтому все вкусно, но немножко по-другому, конечно. Но танчик нам классный подали для Деньки. Зашла я в этот туалет, где еда. Тоже полтинник стоит. Вообще, конечно, обалдели. Бизнес на ровном месте. На потребностях вообще. В торговом центре, там где еда, но это бипец, конечно. Я в шоке. Ну, благо мы сейчас не хотим. Но мужчина, кстати, подсказал, что здесь наверху, если подняться, то через переход какой-то перейти. Там бесплатный туалет. Так что проверим потом, когда захотим. Зайка, пошли. Пойдем, пойдем. Красивое местечко такое. Так, мы были там сейчас на втором. Спустились сейчас сюда. В общем, полазим здесь. Посмотрим в Страдибайлсе. То, все. И потом наверх пойдем. Зашла в магазин Lime и нашла прям курточку, которая мне нравится. Вот я как раз такой длины где-то хочу. Это эско. Это не эско. Поверсайз. Стоит она тут 7 тысяч. Это не кожа. На самом деле я не просто так оказалась в охотном ряду. Три дня подряд у меня ложусь спать и какое-то наваждение. Наитие. Я так вчера посмотрела там передачу. Наитие. Слово. Такое наитие какое-то, что мне нужно ехать в охотный ряд. Вот. И прям вот хочу в охотный ряд. Думала сначала другие, там может в другой торговый центр. Но знаете, как бы перебираешь там в голове все-все. Но нет, охотный ряд. Я поэтому приехала, потому что меня сюда тянуло. Ну, вроде прошла. Я по тем магазинам. По всем магазинам прошла. Вроде бы. Ну, все, как бы вышли. Идем дальше. Я не знаю, что меня сюда тянуло. Я думаю, может я разберусь потом, в конце. Когда уже дома буду. Но пока не пойму. Сейчас идем на Тверскую, по Тверской прогуляться. Вот мы прогуливаемся по Тверской. И прекрасный Камергерский переулок. И Тверская, вот она. Макдональдс, напротив. Много времени я здесь проводила. Гуляла. Вот там всякие вкусные ресторанчики. Но мы поели. Блин, Цезарь. Я сейчас иду. Вот H&M здесь должен быть где-то. Если я не ошибаюсь. Пока что я его не найду. Большой, двухэтажный. Ну что. Мы приехали. Теперь на ИТе пошло в торговый центр. Метрополис. Или метрополис. Вот он. Здесь. Ой. Здесь я вообще провела очень много времени. А и везде. Вот куда я не хожу. Везде я много времени, короче, провела. Это один из моих любимых торговых центров. Самый большой. И здесь я работала в магазине Adidas. Кто еще не знает. Работала продавцом-консультантом. Ровно три месяца. Или четыре. И вот отсюда я ездила домой. А жила на Тверской. Вот. И вот сейчас мы здесь погуляем чуть-чуть. Зайдем в... Ой, как его называют? Господи. Сбыла. Starbucks. Да. Зайдем в Starbucks. Кстати, Starbucks, по-моему, здесь подороже цены. Возьму свой кофе любимый. Порадуюсь. Чуть-чуть полазим. И поедем. И поедем, поедем домой. Монетка. Ой, День, положи, смотри. Ты, по-моему, оторвал ее. Ложи, не трогай. Трогать нельзя, наверное. То поругают. Класс. Не надо залазить, Кис. Не залази, Зай. Нельзя, нельзя, Кис. Поругают. Ну что, мои хорошие. 10 тысяч шагов. Сегодня цель. Шаги достигнута. Так, что у меня тут такое? О, Господи, что я тут принимаю по-быстрому? Даже не понимаю. 13 тысяч с половиной шагов. Обалдеть. Мы сегодня 15, я думаю, натопаем. С Денькой. Вот так. А всего лишь 288 килокалорий скинула. Но я сегодня почти ничего не ем. Сейчас мы зашли в Старбакс. Взяла большой фрапучино на соевом молоке. У них стаканчики другие, крышечки другие. Трубочки вот эти вот перешли уже. Но вот с такой вот крышечкой лучше. Ой, короче, я вам не знаю, показывала? Нет, короче, вот эти вот трубочки их бумажные. Мне очень нравится. Типа эко, все дела. Но так как я пью фрапучино долго, раскисает. И в итоге потом не тянется. Но зависит еще от входа вот этого. Есть трубочки посредине, знаете, разрез крышечки. Разрез такой, что оно впивается туда, короче. А вот так нормально. Так. Что еще хотела сказать? Забыла. Устала. А, ой, забыла. Сейчас надо это сказать, что... Написала в сторис, что я еду в европейский торговый центр. Хотя я ехала в метрополис. Думаю об одном, а еще другое. Ну, так бывает, это же я. Классная сумочка. Хочу рюкзак себе взять серебристый. 18 тысяч стоило. Со скидкой 9,690. И вот эта классная. Вот модельки необычные тоже. 9 тысяч со скидкой уже какой-то гес-люкс. Так, что, смотрите, куртка, которая в лайме 7 тысяч стоила. А здесь стоит 4 тысячи. Почти один в один. Также S-очка, она идет оверсайзом таким. Я, короче, тут мерила и так, и сяк. В итоге решила не брать, потому что... Как-то пока поношу свои. Что-то оверсайз, вот этот вот именно. Не очень комфортно пока, что надо привыкнуть. Ну что, все, мои хорошие. Я вышла с торгового центра. Я с торгового весь буду скучать. Не везде походила, конечно. Я бы еще до вечера бы заходила. Вот. Конечно, Москва в этом смысле вообще обожаю. Так, Денька разделся. Сейчас надо его одеть. На улице хорошая погода, на самом деле, мне жарко. Вот. В принципе, последняя покупка, которую я купила, после нее я почувствовала какое-то завершение. Потому что я давно искала эту вещь. Мне ничего не подходило. И я уже думала, косуху мне брать или эту. Короче, выбирала долго в покупках, потом все покажу, расскажу. В итоге я купила и почувствовала какое-то облегчение. Может быть, весь этот путь я должна была проделать, чтобы купить наконец-таки эту вещь, которую давно себе подбирала. Вот. Но это в новой коллекции. В принципе, цена не такая дорогая, как в других магазинах аналоги. Расскажу, короче, все, что я тут заметила, подметила. Вот. Ну и все, в принципе, с покупочками еду. Еще сумочку напоследок хотела еще себе все-таки выбрать. серебряного цвета. А потом выхожу такая, думаю, блин, ну это я уже все прям куплю, прям завершение-завершение. А пусть лучше останется какое-нибудь желание. Я должна что-то все время желать и зачем-то все время бежать. Мне так интересно, знаете, какая-то цель такая маленькая есть, и она такая висит, как бы, надо сделать. И каждый раз, когда ты приезжаешь, там, в другой город, или в торговый центр, как бы, есть цель что-то смотреть. А не так, что тебе ничего не надо. Вот так я не люблю. Ничего не надо такая. Ничего не надо. Нет, класс, когда что-то надо, и ты что-то ищешь всегда. С какой-то целью ходишь по магазинам. Потому что я люблю по ним ходить, и мне нужна какая-то маленькая цель. В общем, пошопились хорошо, мне понравилось. А, Люся, кстати, уехала на море, да, она туда к нам в Сочи поехала. Я в сторис уже увидела. Мы с ней не созванивались все это время, не списывались. Ну и, короче, вот, она уехала. Я говорю, ну ладно, сама по магазинам прохожу. Мы с ней сейчас пораньше чуть-чуть, чтобы не опознать, не спешить, короче, вообще прогуливаясь. Идем, сейчас заберем вещи и пойдем уже на перрон домой. Спать будем в поезде. Я взяла купешечку, взяла, девочки, верхнее место, потому что внизу вообще неудобно с ребенком спать, потому что нет никакой облокочки. Я надеюсь, что сейчас будет хорошая железная такая облокотушка, куда я могу упереться, знаете, как бы, а ребенок лежит со мной рядом. И все. А внизу у тебя нет, короче, куда упереться. И я постоянно сваливаюсь, все время как бы на весу. Ну, короче, неудобно. Я поняла, что нужно брать верх с ребенком. Так удобно. Прыгай. Да что ж ты будешь делать? Он не прыгает, он идет по лужам. Так, переходим в переход. Это к метро у нас тут. Поедем. Нам с одной пересадочкой до кольца и по кольцу. Зашли в Муму на Казанском. Как хорошо, что здесь открыли. Конечно, можно вкусно поесть, девочки, но вот что мы взяли, вот на 350 рублей только вот это вот вышла штука. Это цыпленок. Картошечки, два пирожка с капустой. Мы даже попить ничего не взяли бы, что, ну, воду я люблю, хочу, а то я не смогу тут быстро все выпить. И Наполеончику от собой 676 рублей. Цены, конечно, космос всегда. Блин, и в аэропорту вечно на тысячу, на полторы, блин, вроде ничего не взял, но заплатил. Так, сели. Да, нас кормят, кстати, здесь. Но мы поели, так как время сейчас только 7 часов, и ближе к ночи я захочу еще раз поесть. Так, что нам положили? Гречневые хлебцы хрустящие. Водичку. Ну, и вот это вот все такое. И Денька вот уже схватил со вкусом пломбира печенье. Теперь понятно, кто это будет есть. И пить. Вот, смотрите, за вот эту штуку я вам говорила, что очень удобно наверху вот здесь с ребенком спать. Поэтому я вот взяла верхнюю сейчас. Низ, кстати, свободный тут. Но я не буду здесь спать. Смотрите. А Денечке принесли подарочек от РЖД. Вот такой вот рюкзачок. Через плечик. Он сейчас открывает, и мы посмотрим, что там лежит. Ну-ка. Ну, побольше открой. Первый билетик, да, вот этот отчетность. О, что это? Это? Это мелки, по-моему, нет? Восковые карандаши. Восковые карандаши. Дальше поехали. Открывай. Мам, интересно, блин, интереснее, чем тебе. Что это такое? Пазл. Паз. Будем собирать вот такой паровозик с детишками едет. Да, покажи. Вот такой вот пазл РЖД. Дальше. Что там еще, День? Смотри. Что-то прилип к восковым карандашам. Ух ты, кубик. И фишки, это игра. Раскраска, игру, тут всякие задания. Ну, возьми нормальный карандашик, кстати. Как мама учила, вот. Рисуй глазки. Все, мои хорошие, мы в Ростове. Доброе утро. С пакетами, вот. Фикс прайс, покупки. Еще там покупки. В общем. Пока-пока. Да, пока-пока. Идем. Вызываем такси и идем. Домой. Мама ждет дома. Ой, девочки, приехали домой. Смотрите, как-то так все, все прям... Бабуля тут вообще у нас тут все прибрала. Вот что я неделю занималась уборкой. Аж не узнать дом, а я отвыкла от него. Смотрите, везде чистота, порядок. Просто, ну... Я знала, что маму оставлять хорошо. Пришли, что-то вкусненькое тут делает нам пюрешечку. Мою любимую капусточку. Ой, все, сейчас будем кушать. А Милка, знаете, что, убежала. Ай, вон Денька ее обнимает уже. Чего она? Испугалась? Отвыкла от нас? А, смотри. Ну, Кошенька, ты че? Кошенька, ну ты че? Ты забыла нас? Спряталась? Сейчас будем обниматься, целоваться, моя девочка. Ну что, мой хороший, компотик сюда. Давай, компотик. Мила сходит с ума просто, посмотрите. Она прыгает, она на Денью нападает, она хочет играть. А Денечка там залип. Так, кстати, кто кашу будет есть? Кто пюре с мясом будет? Картошечку. 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 Картошечка с мясом. Мила, вон она сходит с ума. Да, картошка с мясом. Что-то Денька залип в это развлекательные у нас всякие приложения в телефоне. Он учит буквы, цифры, цвета, считать там учит. Очень хорошо. И мне нравится, что ему нравится это. Мила его задевает, прыгает на него. Она его хочет раздухарить, чтобы с ним поиграть, побегать. И на меня прыгает. Короче, соскучился ребенок. Сначала она убежала, а потом вот все, поняла уже, что вот они, вот они пришли. А мы то, я кушаю, Денька залип в телефоне. В общем, что, я хочу закончить уже влог этот, да, с поездки. Мы пришли домой. В общем, в поезде все хорошо, быстро доехали, легко. Кстати, вот этот самый момент, я все думала, да, что же меня так тянуло в охотной. Наверное, просто потому что охотный ряд, это для меня что-то больше, чем торговый центр, да. И такая сердце Москвы, можно сказать, Красная площадь. Мне, видимо, просто захотелось туда просто почувствовать вот эту всю энергетику. Уже в европейский можно было... в европейский? В европейский... в метрополис можно было уже не ехать, но метрополис я тоже люблю. Ну, в принципе, вот так насыщенный день мы провели последний. И кайф вообще. Я удовлетворена и набрала кучу всяких покупочек. Уже смотрю всякие луки, собираюсь дома создавать сейчас... Ну, не сейчас прям, да, но в ближайшее время хочу перебрать гардероб, создать образы определенные, которые я буду носить. И уже прям вот еще раз зачистить все вещи, которые я все-таки не ношу и носить не собираюсь. Потому что у меня уже вырисовывается определенный стиль, то, что мне нравится носить. И вот мне хочется уже брать вещи такие хорошие, базовые, и их уже комплектовать по-разному. Вот. В ближайшее время будет видео про покупочки. Фикс прайс в Москве закупилась. Сейчас, кстати, я поеду за посылками, возможно, я забегу еще в фикс прайс, что-нибудь докуплю. Потому что я не так много в Москве купила, но прикольненько. И заодно посмотрю, есть ли это все у нас здесь в Ростове, чтобы не было с чем сравнить и вам рассказать. Ну, первым выйдет вот этот влог. Дальше выйдет фикс прайс московский, и потом уже покупки, то, что я купила. Поделюсь с вами. Вот. И что еще? А, на втором моем канале там будет видео прям по полочкам. То есть то, что я купила в Москве, это одно в фикс прайсе, а то, что на полочках у них стояло, я не все подряд же там брала. Это вы сможете посмотреть на моем втором канале. Ссылка на мой второй канал под видео. Вот. И что еще? Ну, в общем, я рада. Я соскучилась за домом, я соскучилась за делами. У меня наполеоновские планы. И, в общем, все. Следите за мной. Также в инстаграме ссылка здесь будет. И увидимся в следующем видео. Я вас люблю, целую. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok